Здравствуйте, девятиклассники! Тема урока «Практические расчёты по формулам подготовка к ОГЭМ». Рассмотрим на примерах некоторые задачи. Расстояние S в метрах до места удара молнии можно приближенно вычислить по формуле S равно 330T, где T – это количество секунд, прошедших вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, если T равно 17 секунд. Ответ дайте в километрах, округлив до целых. Самое главное в данной задаче – это выделить то, что нам известно. Итак, нам известно время, T, равное 17 секунд. Мы должны найти S – расстояние. Также известна формула S равно 330 умноженное на T. Для того, чтобы найти путь, мы должны 330 умножить на 17 и получим 5610 метров. В задаче просят, что ответ нужно дать в километрах. Поэтому для того, чтобы перевести в метры в километры, мы должны полученное число разделить на 1000. Получим, что путь равен 5610 разделить на 1000, равно 5,610 километров. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых. Значит, смотрим. Следующий разряд после единиц у нас идет равный 6. Значит, мы к пятерочке должны добавить единичку. Получим, что 5,610 километра – это примерно 6 километров. Ответ – 6 километров. Рассмотрим следующую задачу. Закон всемирного тяготения можно записать в виде F равно гамма умножить на дробь в числителе M1 умножить на M2 в знаменателе R в квадрате, где F – это сила притяжения между телами в ньютонах, M1 и M2 – это массы тел в килограммах, R – это расстояние между центрами масс тел в метрах, а гамма – это гравитационная постоянная, которая равна 6,67 умножить на 10 в минус 11 степени ньютон на метр квадратный, деленное на килограмм в квадрате. Пользуясь этой формулой, найдите массу тела M1 в килограммах, если F равно 2,668 ньютон, M2 равно 8 умножить на 10 восьмой степени килограмм, а R равно 2 метра. В первую очередь мы с вами должны выделить то, что нам известно, и формулу, по которой мы должны вычислить неизвестную величину. Итак, нам известна сила притяжения F, нам известна гравитационная постоянная, нам известна масса M2, и нам известен расстояние между центрами масс тел. Нужно найти M1. Итак, выписываем формулу, которой мы будем пользоваться. Для того, чтобы найти M1, сначала мы подставляем все то, что нам известно. Затем, воспользовавшись свойством степени, немного можно преобразовать данное выражение в числитель. Получим, что 6,67 умножить на 8 и разделить на 4, это будет 13,34 умножить на 10 в минус третьей степени, умножить на M1, это будет равно 2,668. Отсюда мы можем выразить M1, то есть то, что справа 2,668 мы должны разделить на множитель перед M1. Получим, что M1 равно 200. Итак, ответ 200. Рассмотрим следующую задачу. Задача номер 3. Закон джоуля-ленца можно записать в виде Q равно I в квадрате RT, где Q – это количество теплоты в джоулях, I – это сила тока в амперах, R – это сопротивление цепи в омах, а T – это время в секундах. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление цепи R в омах, если Q – это 1296 джоулей, I равно 9 ампер, T равно 2 секунды. Выделяем самое главное, что нам известно в данной задаче. Итак, нам известно количество теплоты, сила тока и время. Нужно найти сопротивление. Записываем формулу, которой мы будем пользоваться. Подставим в данную формулу все известные величины. Для того, чтобы выразить R, мы должны 1296 разделить на 162. Получим, что R равно 8. Ответ – 8. Рассмотрим следующую задачу. Задача номер 4. Закон Менделеева-Клайперона можно записать в виде P умножить на V равно ν умножить на R умножить на T, где P – это давление в паскалях, V – это объем в метрах квадратных, ν – это количество вещества в молях, T – это температура в градусах Кельвина, а R – это универсальная газовая постоянная, равная 8,31. Пользуясь этой формулой, найдите температуру в градусах Кельвина, если ν – это 28,9 моль, P – это 77698,5 паскаль, V равно 1,7 метров кубических. Выделим то, что нам известно в данном, запишем то, что нам нужно найти, и выпишем формулу, которой мы будем пользоваться. Из этой формулы в первую очередь удобнее будет выразить T, то есть то, что нам необходимо найти. Это температура в градусах Кельвина. Для этого мы должны P, умноженное на V, делить на ν, умноженное на R. Подставив все, что нам известно, и выполнив определенное преобразование, сократив числа, мы получим, что T – это 9350, делить на 17. T равно 550. Здесь представлен столбик вычислений, как мы 77698,5 делили на 8,31. Для этого мы переносим запятые в каждом числе на два знака вправо. Ну, вот можете посмотреть на столбик вычислений. Следующая задача номер 5. Зная длину своего шага, человек может приближенно подсчитать пройденное им расстояние S по формуле S равно N умножить на L, где N – это число шагов, L – это длина шага. Какое расстояние прошел человек, если L – это 70 см, N – это 1800? Ответ выразите в километрах. Как всегда, в первую очередь, мы должны выделить то, что нам известно, и то, что нужно найти. Итак, нам дано, что N равно 1800, L равно 70 см, нужно найти S. Выпишем формулу, которой будем пользоваться. S равно N умножить на L. Подставив формулу, вместо N и L числа, получим, что S будет равно 126 тысяч сантиметров. Зная, что 1 метр – это 100 см, 1 километр – это 1000 метров. Чтобы перевести сантиметра в километры, мы должны наше число 126 тысяч сантиметров разделить на 100 тысяч. Получим, что это будет равно 1,26 километра. Ответ – 1,26 километра. Задача номер 6. Период колебания математического маятника в секундах приближенно можно вычислить по формуле T равно 2 корня квадратных из L, где L – это длина нити в метрах. Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника в метрах, период колебаний которого составляет 11 секунд. Выделяем то, что нам известно, и то, что нужно найти. Выписываем формулу, которой будем пользоваться. Подставляем в формулу все известные данные. меняем местами левую и правую часть для удобства. Выражаем корень квадратный из L. Получаем, что это будет равно 5,5. Для того, чтобы избавиться от корня квадратного, мы возводим обе части во вторую степень. Получаем, что L – это 30,25. Ответ – 30,25. Следующая задача. Закон кулона можно записать в виде F равно K умножить на дробь, в числителе которой Q1 умножить на Q2, в знаменателе R в квадрате, где F – это сила взаимодействия зарядов в ньютонах, Q1 и Q2 – это величины зарядов в кулонах, K – это коэффициент пропорциональности, а R – это расстояние между зарядами в метрах. Пользуясь формулой, найдите величину заряда Q1, если K равно 9 умножить на 10 в девятой степени, Q2 равно 0,004, R равно 3000, а F – 0,16 ньютон. Итак, в первую очередь мы выделяем то, что нам известно и то, что нужно найти. Все данные выписываем, выписываем формулу, которой мы будем пользоваться. В эту формулу подставляем вместо F, Q, вместо К, вместо Q2 и вместо R2, вместо R в квадрате, то, что нам известно. Отсюда, прежде чем выразить Q1, мы можем выполнить некоторое преобразование, можем сократить, воспользоваться свойствами степени, упростить наше выражение, затем выразить Q1. Получим, что Q1 это 0,004. Итак, ответ 0,004. Задача номер 8. Центростребительное ускорение при движении по окружности в метрах на секунду в квадрате вычисляется по формуле A равно омега в квадрате R, где омега это угловая скорость в секунде в минус первой степени выражается, R это радиус окружности в метрах. Пользуясь этой формулой найдите радиус R, если угловая скорость равна 9 секунд в минус первой степени, а центростребительное ускорение равно 648 метров на секунду в квадрате. Ответ дайте в метрах. Сначала записываем то, что нам известно и то, что нам нужно найти. Выписываем формулу, которой будем пользоваться. в формулу подставляем все известные числа. Выражаем R. Получим, что R равно 8. Итак, ответ 8. Следующая задача. Мощность постоянного тока в ваттах вычисляется по формуле P равно I квадрат R, где I это сила тока в амперах, R это сопротивление в омах. Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 180 Вт, а сила тока равна 6 А. Ответ дайте в омах. Ну, опять же, в первую очередь мы выписываем то, что нам дано и то, что нам нужно найти. Записываем формулу, которой мы будем пользоваться. В эту формулу подставляем вместо силы тока и мощности известные величины выражаем сопротивление R, получим, что R это 180 делить на 36, что равно 5. Ответ R равно 5. Следующая задача. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта пользуется формулой температура по Фаренгейту равна 1,8 умножить на температуру по Цельсия плюс 32, где T с индексом С это температура в градусах Цельсия, T с индексом F это температура в градусах Фаренгейта скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует минус 10 градусов по шкале Цельсия. Опять же, самое главное это правильно записать то, что нам известно. Нам известно температура по градусу Цельсия равна минус 10, найти температуру по Фаренгейту. Выписываем формулу, которой мы будем пользоваться. В данную формулу подставляем вместо T с индексом С минус 10 и выполняем расчет. Получим, что температура по Фаренгейту равна 14 градусов. Ответ 14 градусов. Следующая задача. Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула T с индексом С равно 5,9 умножить на разность температура по Фаренгейту минус 32. Где T с индексом С это температура в градусах Цельсия, T с индексом Ф это температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 149 градусов по шкале Фаренгейта? В первую очередь мы выписываем то, что нам дано и то, что нужно найти. Нам известна температура по Фаренгейту 149 нужно найти температуру по Цельсию. Выписываем формулу, которой будем пользоваться. В данную формулу мы подставляем то, что нам известно и получаем, что для того, чтобы найти температуру по Цельсию, мы должны 5,9 умножить на 117 и получим, что температура по Цельсию равна 65 градусов. Ответ 65. Ребята, попробуйте самостоятельно решить предложенные задачи. Итак, задача номер 1. Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула Т с индексом С равно 5,9 Т с индексом Ф минус 32, где Т с индексом С это температура в градусах Цельсия, Т с индексом Ф это температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует минус 58 градусов по шкале Фаренгейта? И задача номер 2. Перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия позволяет формула Т с индексом С равно 5,9 умножить на Т с индексом Ф минус 32. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 203 градуса по шкале Фаренгейта. Рассмотрим текстовую задачу на движение по реке. Итак, расстояние между пристанями А и Б равно 63 километра. Из А в Б по течению реки отправился плод, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернулась обратно и возвратилась в А. К этому времени плод прошел 20 километров. Найдите скорость моторной лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 километра в час. Итак, вопрос задачи мы обозначим через Х. Пусть скорость моторной лодки в неподвижной воде Х километра в час. Тогда данные задачи отобразим в виде таблицы. Значит, слева отметим плод, лодка по течению реки, лодка против течения реки, сверху скорость, выраженная в километрах в час, время, выраженное в часах, и путь, выраженный в километрах. Нам известно, что плод двигался по течению реки, его скорость будет равна 4. Лодка при движении по течению реки имела скорость Х плюс 4, против течения реки Х минус 4. Путь, который преодолел плод 20 километров, лодка по течению и против течения реки преодолела одинаковое расстояние. Выразим время, которое затратил на движение плод, это 20 делить на 4 получим 5 часов, лодка по течению реки 63 деленное на Х плюс 4 часа, лодка при движении против течения реки 63 деленное на Х плюс 4 часа. Известно, что лодка отправилась из пункта А в пункт Б через час после того, как отправился в плод. мы можем составить уравнение время туда моторной лодки плюс время обратно моторной лодки это то же самое, что время, которое затратил плод минус 1 час. Подставив то, что мы выразили вместо Т, получим соответствующее уравнение. Итак, 63 деленное на Х плюс 4 плюс 63 деленное на Х минус 4 равно 4. Решим дробно-рациональное уравнение, приведя дополнительные множители, приведя уравнение к общему знаменателю, мы получим следующее дробно-рациональное уравнение. С учетом области допустимых значений, мы говорим, что Х не равно минус 4, Х не равно минус 4, получим квадратное уравнение минус 4Х квадрат плюс 126Х плюс 64 равно 0. Разделим все коэффициенты на минус 2, получим уравнение 2Х квадрат минус 63Х минус 32 равно 0. Решив это квадратное уравнение, мы получим, что его корнями будут числа Х1 равное 32 и Х2 равное минус 1 вторая. Так как мы через Х обозначали скорость, мы говорим, что минус 1 вторая не подходит по условию задачи, значит, этот корень мы отбрасываем. Значит, скорость моторной лодки в неподвижной воде 32 км в час. Ответ 32 км в час. Ребята, при решении таких задач не забывайте про единицы измерения, потому что данный результат влияет на оценку. Дома порешайте задачи номер 2 из каталога заданий ОГ 2020 года. На этом урок закончен. До свидания. Здравствуйте, девятиклассники. Мы с вами продолжаем серию уроков по подготовке к основному государственному экзамену по русскому языку. Тема нашего урока пунктуационный разбор предложения. Цель урока повторить теоретический материал по правилам постановки пунктограмм в предложении, а также выполнить тренировочные задания из открытого банка основного государственного экзамена. Пунктограмма это закономерно воспроизводимый в письменной речи знак припинания соответствующий знаком пунктуации. По своей функции знаки припинания делятся на следующие. На функцию завершения мы используем с вами этот знак в конце предложения. Это точка вопросительный знак восклицательный знак а также многоточие на разделительную функцию это запятая точка запятой тире и двоеточие данные знаки припинания мы с вами используем при разграничении предикативных единиц в сложном предложении при однородных членах предложения а также при прямой речи и слов автора. Выделительная функция это чаще всего повторяющиеся знаки припинания и мы с вами используем их при выделении некоторых синтаксических единиц внутри предложения. Начнем с вами с запятой запятая это знак припинания который выполняет разделительно выделительную функцию разделительная функция как я вам сказала уже ранее это разграничение аналогичных элементов в тексте мы с вами используем ее при разделении предикативных единиц внутри сложного предложения обратите пожалуйста внимание когда мы с вами ставим запятую внутри сложного предложения а также обратите пожалуйста внимание что у нас есть случай да вы это все прекрасно помните когда знак препинания не ставится между предикативными единицами в сложном предложении. А также мы с вами используем знак препинания при постановке с однородными членами в предложении. Выделительная функция запятой используется при выделении или обособлении какого-либо элемента внутри предложения. Давайте вспомним, что же мы с вами обособляем или выделяем с помощью запятой. Конечно же, это обособленные члены предложения, обособленное определение, выраженное причастным оборотом, прилагательным, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, дополнения, а также уточняющие конструкции. Кроме этого, выделительную функцию запятая выполняет при выделении обращения внутри предложения, вводных конструкций, а также сравнительного оборота. Но помните, что мы с вами говорим в данном случае о повторяющих знаках? Это не распространяется на те случаи, когда вводные конструкции или обособленные члены предложения находятся в начале предложения или в конце предложения. Давайте закрепим этот материал на первом практикуме. Итак, ребята, смотрим на предложения. Эти задания вы можете встретить в ОГЭ, тренируясь дома по пособию под редакцией Цибулько. Обратите, пожалуйста, внимание на цифры, которые указаны на доске. Именно эти варианты ответа вас подготовят по знаку припинания запятой. Итак, смотрим и анализируем. С чего мы с вами начинаем анализ любого предложения? Конечно же, с поиска грамматической основы. Обратите, пожалуйста, внимание, что я уже выделила специально для вас грамматическую основу. Итак, мы с вами разбираем предложение. Мы с вами видим, что в предложении две грамматические основы. Шел снег, все находилось. Делаем вывод. Нет второстепенного члена предложения, которое подходит к первой и второй предикативной единице. У нас нет придаточной части для обеих частей сложного предложения и нет вводных конструкций. Поэтому мы смело с вами ставим запятую перед и которая соединяет две предикативные единицы в сложном предложении. Смотрим на следующее предложение. Итак, первая грамматическая основа. Все было мягко, бело, холодно. Вторая грамматическая основа. Дома выглядели и третья предикативная единица. Фонари горели. Итак, мы с вами понимаем, что эти предикативные единицы связаны между собой с помощью. Первая и вторая грамматическая основа соединяются союзом и, и значит, мы ставим запятую. Вторая и третья предикативная единица связаны между собой бессоюзной связью, а значит, мы тоже ставим запятую. Но обратите, пожалуйста, внимание, в первой предикативной единице перед нами однородные сказуемые, которые связаны бессоюзной связью, а значит, мы с вами на границах этих однородных членов ставим запятую. Работаем дальше. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами во второй предикативной единицы есть сравнительный оборот а мы с вами уже говорили что если сравнительный оборот находится внутри предикативной единицы значит конечно же он также выделяется запятыми с обеих сторон работаем со следующим предложением и так мы с вами видим что предложение простое поскольку в ней только одна грамматическая основа просилось чувство но обратите пожалуйста внимание что у нас с вами в этом предложении есть обособленное определение выраженное причастным оборотом стоящим после определяемого слова а значит мы с вами обособляем ставя знак запятую следующее предложение тоже простое поскольку у нас одна грамматическая основа грамматическая основа она тонула но мы с вами видим что перед ней есть обособленное обстоятельство выраженной идеи причастным оборотом которая почти всегда у нас с вами обособляются а значит мы с вами ставим запятую и так варианты ответов цифры которые вы должны будете выписать у вас на экране идем далее и так работаем смотрим на первое предложение и так предложение у нас простое поскольку у нас с вами одна предикативная единица грамматическая основа образ создан и мы с вами видим что внутри этого предложения у нас с вами есть вводное слово а как мы с вами говорили ранее вводное слово с обеих сторон если находится внутри предложения у нас с вами выделяется запятыми следующее предложение у нас с вами также простое грамматическая основа пробирается ручеек смотрим что у нас есть еще в этом предложении и так пробирается ручеек где здесь где именно среди болот и глухих лесов перед нами уточняющая конструкция причем от уточняющая конструкция однородная соединенная союзом и мы ее обособляем с обеих сторон но в эту уточняющую конструкцию на с вами внедряется причастный оборот который стоит после определяемого слова а значит с обеих сторон у нас у нас с вами он выделяется запятыми и последнее предложение петя подошел ко мне и сказал ласково и так мы с вами видим что прямая речь начинается с абзаца значит в кавычке она не берется ставится знак тире но внутри прямой речи у нас с вами обращение обращение как мы с вами помним из теоретической части всегда обособляется выделяясь запятыми и так варианты ответа сравните пожалуйста я думаю что вы все справились и так идем далее тире это также как и запятая знак припинания которая выполняет разделительно выделительную функцию что же он разделяет тире в первую очередь разделяет простые части внутри бессоюзного сложного предложения а также мы с вами тире используем в простом предложение между подлежащим и сказуемым обратите пожалуйста внимание перед вами теория на слайде выделительная функция у нас работает в том случае если мы с вами тире используем перед обобщающим словом после однородных членов предложения при ставных конструкциях обратите пожалуйста внимание если они имеют значение дополнения или пояснения основного предложения кроме этого тире мы с вами используем при прямой речи а также при выделении приложений в редких случаях внутри предложения чаще в конце предложения давайте с вами применим свои знания на практике и так работаем читаем первое предложение как я вам уже рекомендовала мы с вами всегда начинаем разбор предложения с поиска грамматической основы это грамматическая основа природа это подлежащее что мы знаем подлежащим мы знаем что природа есть тема и перед нами и подлежащее и сказуемое выражены именами существительными в именительном падеже а из теории мы с вами помним и знаем что есть у нас подлежащие сказуемое являются одной частью речи в данном случае именем существительным то перед ними мы с вами ставим знак тире следующее предложение поля папоротник и ручей все это подлежащее что мы с вами знаем о подлежащим что это близко и дорого вот она с вами грамматическая основа но обратите пожалуйста внимание что после однородного ряда подлежащих у нас есть вами обобщающие слова а как мы уже с вами помним после однородных членов переба перед обобщающим словом мы с вами обязательно должны поставить знак тире обратите пожалуйста внимание что вторая цифра нам не подходит поскольку она соединяет однородные члены предложения а следовательно мы с вами должен там поставить запятую поэтому цифра 2 нами с вами не используется и так следующее предложение смотрим софья васильевна быстро повернулась нас на стуле и мы с вами видим что далее идет прямая речь а если прямая речь нас начинается с абзацного членения то она всегда и слова автора выделяются на с вами тире и последнее предложение олег меньшиков это у нас подлежащие что мы знаем о подлежащим что олег меньшиков есть актер и как и в первом случае подлежащие сказуемое являясь именами существительными то есть грамматическая основа между ними мы с вами ставим тире и так обратите пожалуйста внимание на ответы следующие цифры вы должны будете выписать следующий знак припинания это двоеточие двоеточие также как и запятая и тире выполняют разделительно выделительную функцию в первом случае двоеточие мы с вами ставим в бессоюзном сложное предложение между частями грамоте между грамматическими основами в сложном предложении кроме этого мы с вами ставим двоеточие после обратите пожалуйста внимание обобщающего слова перед однородным рядом не путайте пожалуйста тире когда ставится после однородного ряда членов предложения а также для оформления прямой речи давайте закрепим с вами на практике и так читаем первое предложение мы с вами должны разобрать первую цифру и так грамматическая основа плетнев писал и мы с вами видим что не абзацное членение идет цитата перед цитатой которую мы с вами всегда оформляем в кавычках мы всегда ставим с вами двоеточие да значит первая цифра нам с вами подходит следующее предложение я был грамматическая основа был кем чем всем всем чем именно и мы с вами видим что у нас с вами обобщающие слова после него идет однородные члены предложения а мы с вами помним что после обобщающего слова перед однородными членами мы с вами всегда ставим двоеточие и значит следующая цифра 2 тоже нам подходит третье и четвертое конечно же не подходит поскольку между однородными членами предложения мы с вами помним и ставим с вами запятую работаем со следующим предложением поворачиваешься и видишь это грамматическая основа смотрим дальше смотрит змея это вторая грамматическая основа а следовательно перед нами сложное предложение предикативные части между собой не связаны союзом значит перед нами бессоюзное сложное предложение на границах которого мы с вами ставим двоеточие и у нас с вами последнее предложение в этом практикуме ученые утверждают и вторая грамматическая основа лен сберегает также как и предыдущее предложение перед нами сложное бессоюзное предложение на границах которого мы ставим с вами двоеточие и так сравните пожалуйста цифры которые вы должны будете выписать и двигаемся далее следующий знак препинания это кавычки кавычки выполняют только выделительную функцию мы их используем при выделении без абзацной прямой речи и цитат выделение условных собственных наименований выделению слов которые употребляются необычно или в ироническом смысле а также если автор использует устарелые или наоборот новые слова и хочет подчеркнуть новизну или конечно же их историзм итак смотрим с вами на экран перед нами первое предложение мы с вами видим что название произведений балета чайковского мы должны с вами обязательно взять в кавычки следующем предложение произведения замечательных русских поэтов сурикова и симонова мы также с вами оформляем в кавычки и конечно же цитатное оформление мы тоже с вами помним что мы используем для этого кавычки как знак препинания домашнее задание которое я рекомендую вам выполнить это в первую очередь еще раз повторить теоретический материал дополнительно или тот который я использовала для вас в виде схем и таблиц а также выполнить самостоятельно задание по вариантам на слайдах 14 и 15 а также использовать самостоятельное задание на слайдах которые перед вами по вариантам первый вариант работает с первым предложением с первой группой предложений второй вариант работает со второй группой предложений вы повторяете знак препинания запятая тире двоеточие и кавычки и после того как вы справитесь с этим заданием вы можете это сравнить все с эталоном я желаю вам успехов в подготовке к экзамену я думаю что у вас все получится успехов и всего самого хорошего здравствуйте ребят тема нашего урока сравнительная характеристика экономических районов россии цели урока закрепить знания об экономических районах россии проверить уровень усвоения знаний по экономическим районам россии умение определять экономический район по определенным признакам совершенствовать навыков самостоятельной работы а также воспитание чувства прекрасного и географическое осмысление территории что ж такое экономический район экономический район это территориальная и экономически целостная часть национального хозяйства страны либо региона характеризующаяся своеобразием природных экономических условий исторически сложившаяся или целесообразно создаваемая специализации хозяйства на основе географического разделения труда наличие внутри районных устойчивых интенсивных хозяйственных связей территория россии занимает самую большую площадь на земном шаре и невозможно изучать россии не поделяя ее на экономические районы российская федерация это семья экономических районов а как и в любой семье есть старшие и младшие большие и маленькие к примеру некоторые города центральной россии существует уже более тысячи лет такие как ярославль мура а вот некоторые города дальнего востока им всего лишь 130 140 лет но по площади дальневосточный экономический район составляет тридцать шесть целых шесть десятых процентов площади российской федерации в то время как центральный экономический район всего лишь две целых восемь десятых процента территории какие же выделяет экономические районы на территории российской федерации давайте с вами вспомним дальневосточный восточно сибирский западно сибирский северный северо-западный поволжский уральский северокавказский центральный центрально-черноземный и волговятский всего на территории российской федерации 11 экономических район нельзя понять особенности и проблем любого региона и страны в целом не изучая ее внутренние и территориальные различия без глубокого изучения и географических районов а также особенностей невозможно решить проблемы как самого района так и страны в целом и так мы с вами будем рассматривать некоторые характеристики районов и определять что же это за район первый в этом районе важнейшей отраслей специализации является гидроэнергетика машиностроение нефтехимия развит речной транспорт также развито транспортное машиностроение такое как производство автомобилей троллейбусов самолетов что же это за экономический район это поволжский экономический район в его состав входят республика калмыкия республика татарстан астраханская область волгоградская область пензенская область самарская область саратовская область и ульяновская область главной осью района является река волка также на территории района встречаются крупные гидроэлектростанции это саратовская волжская водкинская чебоксарская Нижекамская, Жигулевская, Нижегородская, Камская и другие отрасли. Отраслью специализации является машиностроение, которое представлено авиационным, ракетокосмическим и автомобилестроением. Автомобили «Лада» и «Нева» производят в городе Тольятти, УАЗы в городе Ульяновск, КАМАЗы в набережных Челнах, троллейбусы в городе Энгельс, трактора в городе Волгоград. Морские платформы для добычи нефти – это город Астрахань. Также на территории региона хорошо развита химическая промышленность, поэтому здесь выделяют нефтеперерабатывающие заводы в таких городах, как Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Волгоград и другие. На территории Поволжского экономического района расположен памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – это историко-архитектурный ансамбль Казанского Кремля. Следующий экономический район – это один из самых маленьких экономических районов по площади. Важнейшей отраслью специализации является машиностроение. Крупнейший город – это морской порт. Что же это за экономический район? Это северо-западный экономический район. В его состав входит город федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область и Калининградская область. Площадь его составляет 196,5 тысяч километров квадратных. Выгодное экономико-географическое положение на побережье Балтийского моря. Крупнейший порт Балтики – город Санкт-Петербург. Граничит с Финляндией, Латвией, Эстонией и Белоруссией. В своем составе имеет единственную обособленную область, которая граничит только зарубежными государствами. Это Калининградская область. В городе Санкт-Петербург хорошо развито машиностроение. Одни из крупнейших заводов представлены на слайде – это Кировский завод, Ленинградский металлургический завод, завод электросила, завод Ижорские заводы, это предприятие, которое специализируется на тяжелом машиностроении, а также Невский завод. Янтарный край – так можно назвать территорию Калининградской области. Здесь находится единственный в мире конверт по добыче янтаря. Запасы янтаря достигают 90% мировых. Следующий экономический район. На территории этого района находятся несколько крупных морских портов. Отраслями специализации являются рыбная, цветная металлургия, лесная промышленность. Район имеет территориальные претензии со стороны соседа. Также этот район самый большой по площади. Что же это за экономический район? Дальний Восток или Дальний Восточный. В его состав входит Республика Саха, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область и Сахалинская область. Крупные морские порты это Владивосток, Находка, Корсаков, Петропавловск-Камчатский, Холмск. На территории Дальневосточного экономического региона находится город Мирный. Это алмазная столица России, который расположен в Республике Якутия-Саха в 1200 километров от города Якутска. К тому же в этом уникальном Дальневосточном регионе, в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, находится завод Амурсталь. Здесь производят военные самолеты и корабли. А вот вертолеты Черная Акула производят в городе Арсеньев Хабаровского края. Следующий экономический район. В этом экономическом районе ведется добыча железной руды. В районе находится один город-миллионер. Благодаря плодородным почвам отраслью специализации является сельское хозяйство. Что же это за экономический район? Это центрально-черноземный экономический район. В его состав входят Курская область, Воронежская область, Белгородская область, Липецкая область, Тамбовская область. Особым достоянием района является самый мощный на земле железорудный бассейн. Это Курская магнитная аномалия. Расположена эта аномалия в пределах Курской, Белгородской и Орловской областях. Город Воронеж является городом-миллионером с 2017 года. В городе Липецк находится крупнейший сталелитейный комбинат в стране. И 17-й в мире по объемам производства на 2018 год. Полное наименование данного предприятия – это публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический кабинет». В 350 километрах находится Курская магнитная аномалия. Это главный поставщик для предприятия. А в 500 километрах расположен Донецкий угольный бассейн. Следующий экономический район. На западе района ведется добыча руд. А на востоке – топливо, угля, нефти, газа. Коренное население относится к финно-угорской группе. Здесь недавно начата добыча алмазов. Что же это за экономический район? Это северный экономический район. В его состав входит Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Вологодская область и Ненецкий автономный округ. На Кольском полуострове добывают медно-никелевые, апатитонефелиновые руды в Хибинах. Нефть и газ добывают в Республике Коми. А вот каменный уголь находится в Печорском каменоугольном бассейне. Коренные жители, проживающие на территории данного района – это Коми, Карелы, Саамы, Вепцы. Все эти народы относятся к финно-угорской языковой семье. Следующий экономический район – это один из самых крупных по площади районов России. Отраслями специализации являются гидроэнергетика, лесная и цветная металлургия. На территории района находится самое глубокое озеро в мире. Что же это за экономический район? Это Восточно-Сибирский экономический район. В его состав входят Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Тыва и Республика Хакасия. Второй по площади регион России уступает только Дальневосточному. Здесь находятся крупные гидроэлектростанции – Братская, Усть-Илимская, Саяно-Шушенская, Красноярская. А город Красноярск и Братск являются крупнейшими центрами производства алюминия. Норильск – это крупнейший центр производства цветных металлов в России. Здесь добывают медь, никель, платина и кобальт. Байкал – это древнейшее озеро. В течение всего своего времени существования озеро образовалось, на территории озера образовались редкие виды наземных и водных организмов, которые проживают именно только здесь, на территории озера Байкал, то есть они являются эндемиками. Следующий экономический район – это самый многонациональный район России. На юге района располагаются горы. Большая часть населения проживает в аулах. Что же это за экономический район? Это северо-кавказский экономический район. Самый многонациональный район. Здесь проживают адыгейцы, черкесы, кабардинцы, карачаевцы, осетины, ингуши, аварцы, балкарцы, лесгины, даргинцы и другие народы. Следующий экономический район – в состав района входят только области. Это индустриальное ядро России. А тратцлями специализации являются точное и наукоемкое машиностроение, химическая и текстильная промышленность. Что же это за экономический район? Это центральный экономический район. В его состав входят 12 областей и город федерального значения Москва – столица нашего государства. Следующий экономический район – это район Гефти, Газа и Угля. Значительная часть района заболочена. Распространен вахтовый метод работы. Это западно-сибирский экономический район. В его состав входят республика Алтай, Алтайский край, области – Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская и два автономных округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ. Следующий экономический район. На территории района находится старая металлургическая база. Это сухопутный район. Одна из отраслей специализации – это тяжелое машиностроение. Итак, это Уральский экономический район. В его состав входят Пермский край, Республика Удбуртия, Республика Башкирия, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область и Оренбургская область. На территории Урала – это старейший промышленный район России. Отраслями специализации является тяжелое машиностроение, горно-шахтное. Также здесь находится Ильмейский минералогический заповедник. Наибольший интерес представляют многочисленные уникальные жилы, в которых находятся Топаз, Аквамарин, Сапфир, Турмалин, Амазонит. И последний экономический район, который мы с вами сегодня рассматриваем, выделяется тремя отличительными чертами. Это выгодное географическое положение, это природно-территориальная неоднородность и этническое разнообразие. Что же это за экономический район? Это Волго-Вятский экономический район. Итак, ребят, мы с вами разобрали основные экономические районы, которые вы изучали на протяжении всего девятого класса. Домашним заданием будет составить кратко отличительные черты этих экономических районов. Может быть, у вас получится даже намного ярче придумать. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Желаю удачи. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Тема нашего урока – биоциноз, видовая и пространственная структура биоциноза. Особи не существуют на Земле, как изолированные особи. Они образуют в природе закономерные комплексы. Немецкий гидробиолог Карл Мобиус в конце 70-х годов XIX века изучал комплексы донных животных, скопления устриц. Он наблюдал, что совместно с устрицами обитали такие животные, как морские звезды, иглокожие, черви, ушанки, асцидии и некоторые другие. Ученый сделал вывод, что эти животные обитают совместно в одном месте обитания не случайно. Их объединяют общие требования к факторам окружающей среды. Комплексы живых организмов, постоянно встречающихся вместе в разных пунктах одного и того же водного бассейна, при наличии одинаковых условий существования, Мобиус назвал биоцинозами. Биоциноз в переводе с греческого биос означает жизнь и койнос общий. Это исторически сложившаяся система взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих экологически однородную среду обитания. Сообщества растений, входящих в состав биоциноза, называют фитоцинозом. Сообщества животных, обитающих в пределах данного фитоциноза, зооцинозом. Комплексы микроорганизмов в воде, почве и в воздухе – микробиоцинозом. Иногда в качестве отдельного элемента в состав биоциноза включают также микоциноз – сообщество грибов. Примерами биоцинозов могут являться смешанный лес, еловый лес, широколиственный лес, болото, озеро, пустыня и другие. Человек также может создать биоцинозы, например, сад или парк, только теперь они будут называться искусственными. И в отличие от естественных, не являются устойчивыми системами. Абиотическую часть среды, которую занимает биоциноз, называют биотопом. Биотопом может служить участок водоема или суши. Это может быть берег моря или склон горы. Таким образом, биотоп – это участок территории или акватории с определенным набором абиотических факторов. С определенной температурой, влажностью, освещенностью, химическим составом воздуха или воды, силой ветра и так далее. Биоциноз тесно связан с биотопом, обменом веществ и энергии. И совместно биоциноз и биотоп образуют биогеоциноз. Таким образом, биогеоциноз – это совокупность организмов разных видов, обитающих на определенной территории. Видовая структура биоциноза. Виды, входящие в состав биоциноза, образуют видовую структуру биоциноза. В некоторых биоцинозах преобладающее количество видов – это животные, например, биоциноз кораллового рифа. А в других биоцинозах главную роль играют растения, например, березовая роща или еловый лес. Количество видов в разных биоцинозах различное и зависит от географического положения данного биоциноза. Чем ближе к экватору, тем богаче и разнообразнее флора и фауна. Наиболее бедными на видовой состав являются пустыни, а самыми богатыми – тропические леса. Если виды численно преобладают над другими видами в данном сообществе, то такие виды называют доминантами сообщества или доминирующими видами. Так, например, в биоцинозе ельник зеленомощный, как, впрочем, и следует из названия, первым доминантом будет являться ель. Поглощая основную долю солнечной энергии, наращивая мощную биомассу, ель затеняет почву, нарушает движение воздуха и тем самым создает определенные условия, в которых могут обитать теперь определенные организмы. Таким видом вторым доминантом в данном сообществе уже в приземном ярусе является зеленый мох. Виды, которые своей жизнедеятельностью создают среду для всего сообщества и без которых существование других видов невозможно, называют видами-идификаторами или видами-средообразователями. Так в степи видами-средообразователями являются ковыль, полынь, чипчак. Иногда видами-средообразователями являются и животные. Например, сурок и суслик своими норами изменяют влажность почвы, создают определенные условия, в которых теперь могут произрастать определенные виды растения. И определяют таким образом и животный видовой состав, поскольку в данном степном сообществе теперь могут обитать многие виды насекомых, пауков, ящериц. Пространственная структура биоциноза. Виды организмов, входящие в состав биоциноза, по-разному распределяются в пространстве в соответствии со своими потребностями и условиями места обитания. Пространственную структуру биоциноза, то есть его каркас или конструкцию, определяет прежде всего фитоциноз или сообщество растений. При совместном обитании растений разных по высоте в сообществе формируется ярусность. Ярусность – это вертикальное расслоение пространства биоциноза на разновысокие структурные части. Разные растения, обитая совместно, по-разному требовательны к условиям освещенности. Самый верхний ярус занимают светолюбивые растения, а на втором и последующем ярусе будут располагаться теневыносливые и тенелюбивые растения. Совместно с растениями по ярусам распределяются и животные. Так, в кронах верхнего яруса располагаются птицы, белки, а в нижнем ярусе – лисицы, зайцы, ежи, муравьи, черви и другие. Помимо пространственной структуры, организмы в сообществах биоциноза образуют также мозаичность. Мозаичность – это изменение растительности и животного мира по горизонтали. Мозаичность связана с разнообразием видов, с изменением условий почвы, рельефа. Мозаичность может быть вызвана и искусственно, например, вырубкой лесов. На вырубках теперь формируются новые сообщества, которые и образуют вид мозаики. Таким образом, сложная пространственная структура способствует видовому разнообразию сообщества и тем самым обеспечивает его устойчивость. В случае изменения среды, среди малочисленных видов всегда найдутся такие, которые смогут включиться в состав доминантов и даже занять их место и тем самым способствовать дальнейшему развитию биоциноза. А теперь я предлагаю рассмотреть некоторые задания ОГЭ и тем самым закрепить пройденный материал. Первый вопрос. Какой фактор оказывал наибольшее влияние на формирование кронных сосен, изображенных на рисунке? Первая – освещенность, вторая – температура воздуха, третья – влажность воздуха, четвертая – влажность почвы. Отвечая на данный вопрос, следует мыслить таким образом. Поскольку сосна – это светолюбивое растение, поэтому на рисунке 1 показана сосна высокорослая, крона которой разветвляется на верхушке ствола, а на рисунке 2 показана сосна, которая имеет достаточно хорошо развитую крону. Следовательно, первая сосна, произрастая, наверное, в лесу, претерпевала конкуренцию, а вторая произрастала, скорее всего, на открытых пространствах. Правильным ответом на данный вопрос будет ответ под номером 1 – освещенность. Вопрос номер 2. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки. Значение этого факта заключается в том, что эти цветки… Отвечаем следующим образом. Поскольку одним из важных процессов любого живого организма является размножение, значит, светлый цветок, светлый венчик цветка или яркий венчик цветка привлекает насекомых-опылители. Следовательно, ответ здесь будет правильный третьим, чтобы быть лучше заметными для насекомых. И еще один вопрос. Установите соответствие между примером экологического фактора и группой, которая его относит. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Группы экологических факторов – абиотический и биотический. Напомню, что абиотический фактор – это факторы неживой природы, а биотический – это влияние одних живых организмов на другие. Таким образом, вирус гепатита отнесем к биотическому фактору. Химический состав почвы – это фактор неживой природы, следовательно, это абиотический фактор. Длина светового дня – это тоже абиотический фактор. Пыльца растений – это биотический фактор. И смерч – это фактор неживой природы, следовательно, абиотический фактор. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин